Охота на кабана с подхода Охота на кабана с подхода – это сложное мероприятие, требующее определенной сноровки и навыков. Зверя берут вечером в темноте или ночью при хорошей луне, примерно с 7 вечера до полуночи. Лучшим местом для такой охоты будет травяное или кормовое поле. Хорошо, если в качестве сопровождения выступает знающий эти места егерь. Оружие должно быть только нарезное, непременно с оптическим прицелом. Обязательно перед выдвижением на место охоты проводят пристрелку на местности, патроны берут экспансивные. Помните, что ваша одежда и обувь должны отвечать погодным условиям и рельефу местности. Также для маскировки одевайте маск-халат, не забывайте прицел ночного видения. Фонарь, батарейки к нему, нож и набор для чистки оружия. Также немаловажным фактором успеха является знание повадок зверя. Чем лучше вы их выучите, тем больше шансов получить трофей. Безусловно, опытным охотникам придется по нраву охота на кабана с подхода. Кабан – это зверь, отличающийся умом, хитростью, а также своими габаритами. Основной целью являются сикачи, которые весят от 200 до 250 килограмм. Их шкура настолько толстая, что при выстреле с 25 метров с гладкоствольного ружья, она не всегда пробивается. Охота на кабана требует от охотника внимательности, опыта и оснащения экипировкой. Охота с подхода насекачей ведется с августа по январь. За самками можно охотиться с сентября по декабрь. Если все грамотно организовать, то кабан практически обречен. Охотиться можно осенью и зимой, как днем, так и ночью. При этом, вам обеспечено удобство и комфорт. Это особенно важно начинающим охотникам, которые смогут добыть необходимые навыки. Кабан с подхода обычно выслеживается утром или ночью. Главным помощником является аппетит кабанов. Едят они с удовольствием, при этом обильно хрюка и фырка. Все это делает возможной охотой с подхода. Кабан это ночное животное, которое привыкло располагаться на ночлег и кормиться на одном месте, при условии их безопасности. Опытный охотник тщательно осматривает местность и находит следы зверя. Явными признаками присутствия кабана являются вытоптанные поляны и поврежденные корни. Ни в коем случае во время охоты на кабана нельзя курить или употреблять алкоголь, так как эти звери обладают очень тонким нюхом. Также перед охотой нужно исключить слишком пахнущие шампуни и дезодоранты. С подхода нужно заходить с подветренной стороны. Кабан с подхода берется в макосинах, изготовленных из кабани и шкуры, шерсть которых вывернута наружу. В такой обуви можно бесшумно передвигаться, что позволит подобраться к зверю, пока он кормится, издавая характерные звуки. Расстояние, пригодное для выстрела, не должно превышать 25 метров. Калибр должен быть 30, 0, 6 или 7. Желательно занять место неподалеку от укрытия перед тем, как начать стрелять. Таким укрытием может послужить огромный валун или ствол дерева. Если выстрел окажется неудачным, за ними можно будет укрыться от разъяренного кабана. Повторять свою атаку он не решится. Как правило, если кабан проскакивает мимо охотника, он предпочитает убежать. Перед тем, как выйти на открытое пространство, кабан длительное время принюхивается в неподвижном состоянии. Соблюдайте осторожность и будьте очень внимательны. Не надо выходить на поляны, если вы не уверены, что кабанов нет поблизости. Охота с подхода должна осуществляться в ветреные дни. Никаких резких запахов, включая табак и алкоголь. Если вы не убили кабана, а только ранили, его нужно добить. Так как раненый зверь очень опасен, нужно запастись терпением и обладать выдержкой. Не стоит стрелять наугад, ружье всегда должно быть на готове. Перед началом охоты тщательно проверьте экипировку, а также убедитесь в полной зарядке аккумулятора телефона. Вам в любой момент может понадобиться связаться с игерями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова